Книга «Открытым оком», седьмой том. Вопрос 1862. Тема «Жития». Когда-либо церковь как-то делала ли рассмотрение житий с тем расчетом, чтобы высказать хотя бы пожелание, кому и кто должен подражать, взирая на кончину жизни их? Кому-то постничество, кому-то безмолвие, чтобы этому святому, сильному в этом подвиге и молиться бы можно было, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Страшный вопрос. Да разве можно так вживе смотреть на жития? Они же как сказки для разинувших род дошкольников, чтобы могли ахать и восторгаться, и на этом все закончилось. А если кто начнет так подражать, то он будет сочтен умалишенным, полным идиотом. Это тени святых еще позволяют выслушивать про них разные выдумки их. Но в жизни-то они в большинстве своем невыносимо скучны и нетранспортабельны. У них нет нисколько послушания ни Библии, ни канонам церковным. Они жизнь строили на выдумках, на вычурности вымыслов. Как и куда деть ноги, бороду, язык. Псалом 118, 113. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Паисий Великий, 19 июня. По прошествии некоторого времени преподобный, видя, что его безмолвная жизнь постоянно нарушается, приходящими к нему братьями, стал тяготиться этим, ибо сам он желал строго соблюдать подвиг безмолвия. Поэтому он решил оставить ту пещеру, где прежде жил, а вместе с этим и попечение о братии своей. И вот, тайно от всех, он ушел оттуда и отправился в более отдаленные места пустыни. Здесь в одном месте он нашел пещеру, поселился в ней и три года пребывал там. И за это время сильно выросли волосы на голове его и были так длинны, что, привязывая их с некоторым искусством к колу, который был водружен наверху пещеры, он мог, не засыпая ни на минуту, совершать все свои всеночные моления. Таким образом, как ночью, так и днем, он не давал себе покоя, всецело предаваясь труду, и только в нем имел покой, ради любви Божией, которую всегда был объят. Иулиан. Память 18 октября. Однажды Астерий, вышеупомянутый ученик святого Иулиана, сделавшийся уже сам подвижником и руководителем других, и нередко посещавший своего любимого учителя, знак усердия к нему принес на плечах своих дар ему. Большой мешок смокв. Он нес на себе эту тяжесть в продолжении семи дней пути. Смущенный и огорченный тем, что ради него другой человек так утрудил себя, Иулиан не захотел воспользоваться его трудом и отказался принять приношение. Когда же Астерий стал уверять старца, что не сложит тяжести своих плеч, пока тот не согласится принять приношение? Тогда преподобный, хотя и тяготился принять пищу, добытую трудом другого, но, увидев искреннее желание услужить ему, принял его услугу.